Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 13 главе книги пророка Иеремии. В 13 главе несколько удивительных, важных очень и в каком-то смысле новых для фабулы книги Иеремии вещей. Начинается 13 глава с вот такой удивительной истории. Господь говорит Иеремии, пойди купи себе льняной пояс. Только не стирай его, положи на чресла твои. Странно, чего вдруг Бог такое говорит пророку. Пророк покупает пояс по слову Господню и обвязывается им. И через некоторое время Господь говорит ему, возьми пояс, который ты купил, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселении скалы. Ну, толкователи, честно говоря, сомневаются, что речь идет о великой реке Двуречье и Фрате, потому что идти туда из Иудеи достаточно далеко и очень небезопасно. Возможно, речь идет о некоем потоке не очень далеко, где-то вот там в ближайших окрестностях Иудеи. Пойди и положи в расселение скалы. Иеремия так и сделал. И дальше, через много дней, после продолжительного времени, Господь говорит, пойди возьми оттуда пояс, который я тебе велел там спрятать. Он его выкопал, взял, а он никуда не годен. Все, уже никуда не годен. За то время, пока этот пояс не был на чреслах Иеремии, а лежал в земле, в грязи, он совершенно сгнил, и остатки его уже ни на что не годны. И основная мысль этой главы вот какая. Бог говорит о том, что народ Божий, вот как этот пояс, он негодный, потому что он не хочет слушать слово мое. И если он негодный, то его можно только выбросить, его можно только уничтожить, его невозможно реставрировать, починить, оно все сгнило. Вот как этот пояс, который был, говорит Господь, близко к чреслам, как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, чтобы они были моим народом, моей славой, хвалой и украшением. Но они не послушались, и поэтому будет сокрушена гордость Иуды. Поэтому они стали негодны. То есть, либо этот народ признает условия завета, о чем говорилось в двух предыдущих главах, и тогда он близок к Богу и следует заповедям завета, либо он становится негодным, и его можно только уничтожить, его невозможно чинить. Вот такую картину в таком пророческом видении и пророческой притче открывает Бог Иеремий. И еще одно видение. Дальше Господь говорит о том, что всякий винный мех наполняется вином. И говорит Иеремий, ну, когда ты это им перескажешь, они скажут тебе, что мы и сами знаем, что винный мех наполняется вином. «На ты скажи им, я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли, царей, священников, пророков, всех жителей, и сокрушу их друг от друга». Речь идет о вот таком вот наведенном безумии. Господь говорит о народе Божьем, я напою их вот этим вот вином, вызывающим безумие, и они, и сокрушу их друг от друга, они все сами будут сокрушать друг друга. Обратите внимание, мы упоминали об этом, когда говорили о предыдущей, 12 главе. В этой культуре все же, как правило, Бог считается единственным действующим лицом истории, поэтому вот это вот «я их напою, чтобы они сокрушили друг друга». Хотя, конечно, это выглядит для современного читателя несколько неожиданно. «Слушайте и внимайте, воздайте славу Господу Богу нашему, доколе он еще не навел на вас темноты». Это дополнительный образ к разговору о вине, которую вливают в мехи. Тоже Бог через пророка пытается показать израильтянам еще одну картину, такой зримый образ, пророческая притча о том, что человек, который во тьме, его ноги спотыкаются на горах брака, и тень, и тьма становятся для него источником смерти. И вот Господь говорит, «Послушайте меня, чтобы вам не быть, как ходящими во тьме». «Доколе свет с вами, ходите в свете, да сынами света будете», говорит Господь Иисус Христос. И весьма вероятно, что это цитата вот из этого места, где Бог дальше говорит, «Если же вы не будете этого слушать, то я буду, конечно, буду плакать горько, буду оплакивать гордость вашу, потому что вы будете увидены в плен». Значит, смотрите, означают все эти слова вот что. «Как негодный пояс, если он не работает на своем владельце, то он сгнивает и выбрасывается. Народ Иерусалима в сущности сосуды, которые наполняются безумием и поэтому сокрушают друг друга. И этот народ, это безумие в том, что они ходят во тьме, не воздавая славы Богу. И поэтому, не воздавая славы Богу, люди ожидают света, но Бог обращает его в тень смерти и делает тьмою. Вот таким образом говорится в несколько неожиданной, ранее не встречавшейся форме, о том, что Иуда весь отводится в плен. Отводится в плен весь совершенно. И скажите об этом царю и царице. Потому что вот не выйдет по-другому. Не выйдет. Не в том дело, что даже Бог как-то особо яростно относится к этим израильтянам. Но вот дальше с 20 стиха вторая половина проповеди. Смотрите, вот о чем. Поднимите глаза ваши, посмотрите на этих, которые идут с севера. Что скажешь, дочь Сиона? Не ты ли сама приучила окружающие народы, в том числе народ, идущий с севера, что ты ведешь себя как неверная жена. И вот 23 стих. Такой же трагический, как вопрос у Еремеи в предыдущей главе о том, почему путь нечестивых благоуспешен. Здесь Бог задает вопрос, может ли эфиоплянин переменить кожу свою и бар с пятна своим? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Да или нет? Да или нет? Во-первых, это, конечно, вопрос, который задается каждому лично. И каждый сам в тишине перед Богом смотрит на свое сердце, на свою жизнь и решает, может он это сделать или нет, попытается или нет, делать доброе, привыкнув делать злое. Ереме говорит о том, что как черная кожа к негру, как пятнистая шкура к барсу, вот приросла эта злоба к человеческим сердцам и человеческим поступкам. Можете ли вы что-то здесь изменить? Или нет? Кто-то скажет «могу», кто-то скажет «не могу». Для самого Ереми ответ скорее отрицательный, ответ скорее в том, что даже если индивидуально человек изолированный от окружающих и может пытаться переменить цвет своей кожи нравственной. Но когда речь идет об Израиле, нет. Этот народ не может измениться, не пройдя через некоторое горнило трагическое. И ровно то же самое относится ко всем остальным народам. В этом смысле Израиль ничуть не лучше, не хуже, не отличается. Понимаете? Всякий народ, который берет на себя некоторые обязательства с Богом, а все христианские народы таковы. Нравится нам это или нет? Сейчас уже поздно махать руками. Мы все взяли на себя некоторые обязательства по завету. Все христианские народы, все крещеные в истории, понимаете? Но вопрос в том, обязательства-то мы взяли, а в состоянии ли мы их исполнить? И если нет, если ты не можешь, если эфиоплянин не может переменить свою кожу из черного, сделать белым, что будет с этим делать Бог? Вот здесь в этой главе «Потому развею их, как прах, вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь». Господь говорит о бедствиях, о завоевании и заключает эту главу Иеремия словами «Горе тебе, Иерусалим, ты и после этого не очистишься, доколе же?» Ну, сколько можно? Ну, почему вот так раз за разом воспроизводится вот эта череда предательства, насилия и безумия? Можно ли с этим что-то сделать? Такое впечатление, что Иеремии, по крайней мере, в этот момент, когда он произносит эти правительства, кажется, что все полное, безнадега. И даже если люди пытаются что-то изменить, все равно путь нечестивых благоуспешен и безумие влечет каждое поколение к неминуемой погибели. Субтитры создавал DimaTorzok